так друзья добрый день 13 часов начинаем нашу отчизную работу как видно как слышно вот друзья смотрю тут активно идет обсуждение цифры как прозвучало что на начале работы был дисконт один двум с половином тысячам да друзья были такие времена и они к счастью ушли уже в прошлое сегодня мы обсуждаем дисконты уже от 1 к 300 и там максимальная которая будет там по 1 500 это тоже друзья это это ближайшее время очень серьезно поменяется вот потому что риски резко падают и соответственно венчурность сокращается и по мере того как мы будем приближаться к демонстрации дисконты будут стремиться один к одному для продажи акций потому что даже когда будет закрыт именно для крауд инвестинга продаж акций все равно будет идти то есть это будет фактически инвестирование по принципу покупки акций компании но на сегодняшний момент те дисконты которые были вот тут по один двум с половиной тысячам это скажем так показывает насколько отличается венчурность то что было два года назад и на то что сегодня происходит друзья мы не зря показываем вам сегодня репортажи начинаем всегда с репортажей с мариной горки потому что друзья это самое убедительное это то что сегодня чем можно отчитаться куда идут инвестиции какая работа проделана и что сегодня происходит и мы не зря комментируем потому что и находятся умники которые там говорят ну вот там три рабочих или четверо работают это что за инновационность и как показывать то есть и мы с юницким не раз это обсуждали он просил тировать и я всегда буду это говорить именно по просьбе потому что друзья если бы сейчас увидели гоник где работает пять тысяч человек все забито техникой и строят опору и это сам вас бы это больше обрадовало с точки зрения визуальности да наверное там видно что что-то происходит с другой стороны транспортно-логистический узел который сами соизмерим по пропускной способностью к дубайском с дубайским аэропортом 60 миллионов пассажиров в год который находится всего там на двух сотках земли и там работает для его строительства там не больше десяти человек друзья в этом и есть инновационность в этом есть дешевизна этой технологии который вы зайдите в интернет и посмотрите что такое дубайский аэропорт это 100 гектар территории где около двух десятков взлетно-посадочных полос это практически тысячи рейсов в час и соответственно соизмеримо с небольшой транспортно-логистической станции которая еще будет совмещена придачу из музею где инвесторы будут видеть те кто на первых стадиях ходили в проект с именными табличками поэтому друзья мы поясняем такие вещи мы показываем такие счеты все равно что вот я вам буду объяснять преимущество обильной связи и говоришь вот видите вот небольшая машинка которая в 90-х годах напоминала калькулятор размером примерно такой же будет но этот калькулятор может если я вам буду перечислять в 90-м году что может этот калькулятор честно говоря понять это было невозможно тем более что как вам объяснить в 90-м году что в этом калькуляторе еще и спутниковая система который связывает я его ставлю на торпеду машины и вижу не то что карту местности по которой езжу еду а еще и пробки то есть он мне цветами показывает где сколько машин и показывает маршрут который наиболее оптимальный вот как вы мне скажете в каком калькуляторе в 90-м году это могло быть а внешне он чем-то напоминает понимаете так вот разница в том что мобильная связь с интернетом с интегральными микросхемами с микроэлектроникой с пятым технологическим укладом они позволили сегодня создать совсем другое качество продукции вот точно так же и сейчас что с виду бетонное сооружение из которой торчат там сколько-то проводов а по сути это друзья принципиально новая инновационная транспортная система которая по пропускной способности по работе по логике не соизмеримо не с калькуляторами 90-х годов не с железной дорогой не с автомобилем и здесь я могу сказать что вот на нас на прошлой неделе в москве выпал снег потом резко потеплело был транспортный коллапс до сих пор у нас где здесь деревне живут так вот у нас здесь трактора это самое хотят коттеджный поселок все как бы это на своей машине днище у себя там оторвал потому что просто проехать невозможно и прочистить это тот лед который появился тоже невозможно вот друзья на ровном месте казалось бы в 20 километрах от москвы из-за того что произошла такая как такой катаклизм в природе что сначала выпал месячный объем сосадков снега потом резко потеплело все это превратилось в лед потому что ночью холодает и все и проехать прочистить это уже друзья невозможно вот сейчас колею там долбим ломами для того чтобы машины хоть как-то могли проехать вот друзья пример того как как работает система и сразу могу сказать что если бы у меня из моего дома шла небольшая струна 5 сантиметров и под ним висел юнибайк который можно крутить педали ехать со скоростью 100 километров в час и соответственно за 20 я бы был в москве при этом сам вырабатывал электроэнергию на которой ехал то таких проблем бы принципе не существовало и на сегодняшний момент я бы с большим удовольствием при перемещении еще и занимался спортом на что у меня тоже сегодня практически нет возможности потому что вся вся работа идет либо перемещение машине либо в интернете либо сейчас очень большое количество кондировок это уже с потенциальными заказчиками и инвесторами которыми мы работаем сейчас уже по продвижению дальнейшего проекта skyway поэтому я могу сказать что каждый раз когда я еду в поезде или там сижу в аэропорту или сторчу в пробке я смотрю и с тоской вижу столбы на которых еще не натянуты струны по которым не едут юнибайки я с сожалению не вижу еще станции пересадочно-логистических узлов которые могут миллионы пассажиров и я бы до минска доезжал спокойненько бы за час а не ну час 10 допустим если со скоростью 500 километров в час они сегодня ночь с тем что на вокзале с вокзала ночь в поезде и хоть поезда ходят более-менее сейчас комфортный там блек спать проснулся но все равно друзья когда 45 ночей проводишь в неделю в поезде я могу сказать он тоже перестает нравиться потому что все таки хочется жить нормальных условиях но это друзья тоже сегодня реальность нашего времени так вот друзья то что сегодня на чем мы на прошлом вебинаре вам говорили и сегодня очень важный момент это отличие технологии skyway и именно почему она является настолько дешевый и революционный по сравнению с остальными системами и мы сейчас находимся на этапе когда проведены уже все экспериментальные подтверждения расчетных характеристик аэродинамики а аэродинамика то есть вы видите сейчас подвижной состав который напоминает дельфина с таким хвостом то есть это самая аэродинамичная форма сегодня в природе вот то есть с минимальным сопротивлением так вот юницкий как инженер первый пошел пути снижения затрат на скоростное передвижение с помощью идеальной аэродинамики и здесь результаты настолько сегодня грандиозны и весь научный мир который ближайшее время увидит официально опубликованные документы по аэродинамике по продувке именно уже концептуального прототипа подвижного состава не модели которая сделана условно приближенная к реальности а именно прототип а те кто занимается аэродинамикой они четко знают что если формы и прототипы в аэродинамике сделано потом масштабируются в натуральную величину то все коэффициенты точно с таким же масштабом переходят один к одному если есть коэффициент аэродинамической сопротивления продувки там самолета то у модели уменьшены то она потом также будет соблюдаться на эти все коэффициенты именно лобового сопротивления на действующих моделей так вот сегодня буквально вот на прошлом на позапрошлой неделе проводились продувки в питерском институте аэродинамики и результаты которые там получены они просто скажем так для нас они абсолютно закономерны потому что юницкий нам об этом говорит уже не один год все эти цифры мы не раз уже слышали есть вот такой альбом он размещен на всех сайтах это как раз то что делалось для института для экспертного совета минтранса где полностью собраны все доказательная база и здесь как раз юницкий показывает что коэффициент 0.05 cx который применяется сегодня в скоростных юнибусах и только одно улучшение на 0.15 cx по отношению к сегодняшнему самому передовому саму аэродинамичному средству дает экономию за 20 лет более 20 триллионов долларов и что сэкономит 22 миллиарда тонн в топливном эквиваленте то есть этот материал я рекомендую всем держать как настольную книгу для того чтобы оттуда смотреть вот как алексей не за счет напряжения струны как производится неразрезная балка как происходит контакт колеса с рельсом почему сегодня это тоже крайне отличается от железной дороги как аэродинамика поэтому на сегодняшний момент друзья сходится все воедино и уже собрано в одном материале все преимущества что сегодня skyway отличает от других и почему мы сегодня говорим что доходность от транспортных систем транснет который будет сегодня совмещен с и коммуникационной системой информации то есть зашитым оптиковолокном из передачи новым принципом электроэнергии без тех потерь которые идет сегодня в линиях электропередач это как раз транснет это энергетические информационные транспортные коммуникации он даст такую доходность которую сегодня закладывается в тех дискаунтах которые мы сегодня декларируем при привлечении инвестиций это друзья не говорит о том что проект перестает быть венчурным просто сегодня по мере того как приходит большее количество людей и происходит производится все более доказательная база для демонстрации и сертификации и внедрению технологий это как раз друзья все том для чего работает сегодня наша система которая взаимодействует крауд инвестинг и инженерная компания которая создает создается сегодня доказательной базой технологий это сегодня уже построение корпорации то есть уже запуск с партнерами конкретных проектов по применению технологии это уже сегодня конкретные соглашения с потенциальными заказчиками которые сегодня входят и заинтересованы в этом транспорте а я могу сказать что в этом транспорте заинтересовано 99 процентов сегодня и население и любой точки земли и любой страны и соответственно каждого гражданина который ну друзья смотрите значит по чатам и по вопросам значит я не сторонник отключать чаты не сторонник там говорить что призывать к тому что соблюдаете определенные правила это друзья внутренний этикет вот сразу могу сказать что появляются люди злоумышленники которые иногда хулиганят вот и здесь я могу сказать что на первый случай будем предупреждать просить изменить и логику сам если нет ну тогда будем просто отключать по общему я бы так сказал пониманию того что хулиганить это все-таки нехорошо вот поэтому вопросы задавайте писать пишите то есть пишите в и почту которую мы с алексеем оставляем вот и пишите в чатах вопросы и наиболее интересные вопросы которые будут задаваться я обязательно буду отвечать у нас вебинар по своим таким образом что я делаю небольшую водную часть те вещи которые я бы хотел донести потом алексей делает свое сообщение тоже освещая определенные аспекты те которые мы оговариваем и потом я в конце подвожу итог и отвечаю на ряд вопросов которые наиболее интересны поэтому давайте такую форму дальше развивать делать и поэтому пишите задавайте делать это тем более что показывает общее настроение и очень те вопросы которые сегодня интересуют ноги поэтому давайте друзья почему мы второй вебинар подряд с алексеем останавливаемся на аэродинамике потому что более важного более я бы так сказал научно прорывного объяснения и концепции сегодня инновационности струнных технологий юнитского skyway сегодня показать обосновать невозможно и соответственно те результаты которые сегодня получены с точки зрения науки они просто шокируют для тех специалистов которые сегодня знают и для тех кто не понимает в чем вопрос тут и разговаривать в общем то не о чем когда люди задают вопрос чем отличается допустим струнность дорога от моно рельса или там скоростного железного транспорта то надо по этим слайдам по этим материалам показывать разницу если люди это не понимают то больше обосновать казать это невозможно также как если вы не знаете что такое пьезоэффект если вы не знаете что такое модуляция электромагнитной волны то вам невозможно объяснить как работает мобильная связь поэтому для вас как потребителя ну работает и работает 10 цифр набрали связали с любым человеком в любой точке мира вот а как это волна улетела как она смодулировалась как она транслировалась через то как она ушла на спутниковый транслятор как она обратно демодулировать ну какая разница это с точки зрения техники наверное не так интересно точно так же и здесь друзья что для такого категории людей бесполезно будет объяснять чем струнный транспорт отличается от других придет время будут построены дороги они будут с помощью своего смартфона вызывать свой смарт-кар садиться и ехать и задаваться вопросами по поводу того как это работает так же как сегодня когда начинался интернет вы понимаете сколько у него было противников сколько у него было недоброжелателей и где они все друзья они сегодня все пользуются мобильными телефонами мобильными компьютерами и даже не вспоминают о том что когда-то были против поэтому это друзья естественное течение технологии естественно течение времени я могу сказать что если бы кто-то из российских чиновников начале 90-х годов стал грудью и сказал что я не пущу интернет в россию но друзья это было бы большой глупостью потому что сегодня одна страна наверное в мире где ограничивается интернет это северная корея вот но если тот кто сегодня живет или смотрит и хочет жить в такой стране как северная это его личное право и сегодня она может решаться только одним способом то есть надо туда уехать потому что больше нигде в мире таких условий для жизни наверное нет и на сегодняшний момент то же самое если кто-то из чиновников или из бизнесменов станет и скажет я не пущу тронет то через некоторое время с ним будет то же самое потому что сегодня эти проекты уже развиваются в различных континентах в различных странах с различными партнерами и остановить этот процесс ну я не знаю друзья наверное невозможно в этом мире нет можно наверное и остановить этот процесс сегодня каким-то образом но по мере того как он набирает обороты и какое количество очень серьезных игроков появляется я могу сказать что это это делать все сложнее и сложнее еще раз оговорюсь и постоянно мы об этом будем говорить и юницкий на нашей конференции 25 октября это особенно подчеркнул что друзья мы все сделали колоссальную работу мы создали крауд инвестивную систему площадку мы привлекли сюда сотни тысяч людей заинтересовали в проекте мы собрали очень значительные инвестиции именно небольших инвестиций для каждого потому что рисковать несколькими там долларами сотни долларов в силу но вместе мы получили колоссальный результат который сегодня позволяет уже демонстрировать и убеждать технологию на уровне экспертов чиновников на уровне экспертов крупных корпораций на уровне экспертов заказчиков на уровне экспертов уже крупных инвесторов и этот процесс активнейшим образом идет и по мере того как мы будем приближаться к демонстрации сначала вот в апреле мы покажем часть очень отдаленно тут друзья должны понимать что многое из того что сейчас делается это ноу-хау много из того что делается это наша с вами капитализация интеллектуальной собственности и здесь друзья надо относиться с пониманием что мы так пока дым больше чем хотелось бы больше чем надо знать сегодня нашим конкурентам но исходя из того что это обратная сторона крауд инвестинга мы должны отчитываться перед нашими инвесторами мы должны показывать проделанную работу поэтому эта работа идет но по мере того как будет запараллеливаться и появляться финансирование уже из других источников здесь друзья прошу тоже от не относиться к этому к этому пониманию что чем ближе мы будем подходить где уже конечной демонстрации технологий тем до этого момента мы меньше будем показывать потому что это друзья наша с вами заинтересованность это наша с вами доходность от той венчурной капитализации которую мы сегодня делаем потому что что толку если сегодня мы сделаем и все это отдадим конкурентам которые тут же побегут это копировать делаем и повторять поэтому друзья этого допустить ни в коем случае нельзя и сегодня идет ведется очень активная большая работа по защите интеллектуальной собственности по патентованию по выстраиванию именно уже работы с лицензионными договорами это тоже друзья очень важная часть и именно даст тот эффект на который мы с вами рассчитываем а не в том плане что мы создадим научный полигон и мы всему миру продемонстрируем что такая техническая это сегодня не наша цель и на и наша задача наша задача это запустить предприятие к пани с использованием технологий skyway и чтобы прибыль от этих компаний это и были та те дивиденды на которые сегодня мы с вами вполне претендуем исходя из той юридической схемы которая сегодня отстроена исходя из тех обязательств которые берет на себя корпорация skyway исходя из тех документов которые сегодня дает юридическая схема которая отработана компания rail skyway систем которая отработана конструкторским бюро это все друзья сегодня уже довольно таки строгая и юридически грамотно отстроена система я сразу могу сказать не она такой не сразу была то есть за эти два года вы наверное кто с нами видели что мы периодически меняли и совершенствовали систему единственной задачей которая была это защитить инвесторов по максимальной юридической схеме насколько это возможно в венчурном проекте и сейчас можно сказать друзья что по прошествии двух лет мы отстроили я могу сказать очень грамотно защищенную систему и на сегодняшний момент нет ничего совершенно она эта схема тоже будет дальше дорабатываться но на сегодня вот этой командой которая вот работает с юницким Виктор бобурин вы видели его и вебинары и объяснение юридической схемы я могу сказать что сегодня по опыту общения уже с крупными инвесторами их вполне удовлетворяет та работа работает тот перечень документов и тот алгоритм работы который сегодня предложил так кто знает акции свиги с акционерного счета переводится в основном что так 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 ну друзья по свигу я наверно это вопросы не ко мне они ведут большое количество вебинаров мы с алексеем ведем вебинары как видите уже только для корневой компании и для тех кто находится в капитале вот если кто-то там не очень много пишут на почту почему в свиги сегодня не ведутся вебинары я могу сказать что свиг занимается своей задачей которые были схожи и по которым мы шли вместе на протяжении года больше уклон сделать свиги на обучение на личностный рост на свое так сказать как бы там развитие и кому это надо кто хочет в этом работать то пожалуйста работает skyway капитал и рсв это то что ориентировано на инвестиции в компанию на то что ориентировано на строительство экотехнопарка и соответственно вся эта работа отстроена таким образом и я могу сказать что так как в свиге очень грамотно учат инвестиционной грамотности то я думаю что люди которые инвестируют свиг они наверное изучают всю юридическую схему прежде чем понимают и соответственно уже понимают какие обязательства они покупают если они этого не понимают значит они плохо учатся с точки зрения инвестиционной грамотности которую дают на вебинарах свиги так когда будет программа проведения фестиваля 23 24 апреля тут мы активно эту работу ведемся ведем по 23 24 апреля это очень так и гуль а внутренней бирже когда предполагается друзья внутренняя биржа это не совсем правильное понятие а здесь вопрос что этот вопрос станет так только тогда когда будет закрыт вход в корневую технологию то есть понимаете как только будет предстанет привлекаться краудинвестинг для финансирования соответственно те обязательства которые у нас на руках они резко вырастут цене потому что желающих сегодня их инвестировать и соответственно на этом получать прибыль резко увеличится поэтому друзья как говорила моя бабушка дай бог нам дожить до этих проблем а там я могу сказать что отстроиться очень стройная система каким образом вы можете продавать свои обязательства у вас будут с большим удовольствием выкупать и будут выкупать крупные банки и будут выкупать крупные фонды и будут выкупать спекулянты которым надо пить и перепродать но это друзья как раз та работа которая начнется по мере того как проект будет развиваться семимильными шагами по 23 24 апреля друзья мы активно ведем эту работу сейчас по подготовке я бы назвал это праздник skyway это фестиваль потому что всегда встреча друзей единомышленников она всегда радостная она всегда впечатляющая а потом друзья кто из вас еще не был в эко технопарке мариной горки это будет просто очень интересно увидеть посмотреть своими глазами потом там будет продемонстрирована ряд вещей которые вы еще никогда не увидите не видели и сразу могу сказать и больше никогда не увидите вот потому что это при открытии ноу-хау но это будет для очень ограниченного количества людей и не думайте что вы сразу сходу увидите ну как нам говорят там покажите там нам то или покажите это друзья и так будет показано настолько много чего еще не видел ни один инвестор один конкурент вот это я так могу сказать но и самое главное друзья что там будет ряд конференций будет встреча с крупным бизнесом с крупными инвесторами с крупными чиновниками и будет что самое главное друзья считаю это посадка и закладка нескольких тысяч фруктовых деревьев то есть мы с вами действительно своими руками будем делать этот город сад ну и это еще одна очень важная возможность что друзья это все-таки приурочено и эта дата выбрана не зря это день рождением только дальше юницкого вот там она правда неделю раньше но как мы уже говорили у него день рождения совпадает с день рождения его дочери поэтому по просьбе семьи договорились так что сам 16 апреля когда день рождения юницкого это его семейный праздник 23 февраля 23 апреля то есть через неделю когда мы все соберемся это будет наш общий праздник когда у нас будет возможность лично у каждого поздравить юницкого соответственно поучаствовать в работе и этот друзья считаю как бы очень хорошая такая традиция собираться будет в апреле для того чтобы двигать и участвовать в проект тем более что все затраты связанные с поездкой с проживанием с питанием будут зачитаны как инвестиции то есть компенсированы на акционерный на акционный счет ну и второе тут были вопросы такие что будет еще специально выпущен вот сейчас прорабатывается и скорее всего это юбилейный я бы так сказал праздничный пакет именно посвященный дню рождения юницкого и как раз участие в этом пакете это будет как вот личный подарок в того чтобы продемонстрировать сношение к юницкому я думаю что вот здесь вот айгуль писал обязательно что можно наверное даже попросить чтобы с точки зрения взаимного подарка чтобы на этот пакет поставили какой-нибудь ну такой единовременный дисконт именно приуроченный там допустим дню рождения вот наверное давайте вот обратимся с такой просьбой и я вот завтра антон дальше увижу он будет в москве и соответственно передам общую просьбу скажу что антон дарчик дню вашего дня рождения просим юбилейный или праздничный пакет с каким-нибудь таким праздничным дисконтом а мы берем на себя обязательства чтобы каждый поучаствовал в этой акции это будет вот такой единовременный подарок давайте наверное как акцию попросим и соответственно следующем вебинаре расскажу вам результат как 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 на это отреагирует антон дарчик вот я думаю что в принципе разумно и в принципе логично единство что айгуль я сразу могу сказать что ну один к двум с половиной тысячам наверное не будем просить дисконт потому что это все-таки его личные акции и это будет не совсем как бы там правильно но какой-то повышенный дисконт я думаю что наверно наверно можно попросить или можно рассчитывать вот я думаю что это все-таки так от кого больше от свига или от капитала так тут и друзья давайте сразу определимся вот виктор тут пишет больше всего происходит инвестиции от свига я виктор сразу могу сказать это не правда и не надо вводить в заблуждение людей вот сегодня инвестиции от свига и от капитала примерно равны причем по тенденции я могу сказать что капитал очень быстро и активно растет и он за последние три месяца просто несколько раз увеличил приходы но инвестиции примерно равны поэтому нельзя говорить что но друзья теперь позицию мне задают и алексею задают чтобы мы отвечали на нее четко друзья для нас нету разницы через кого входите в проект через через капитал через рсв для нас друзья это все инвесторы программ для нас абсолютно важны все люди которые есть и противоставлять один фонд другому это друзья либо делается сознательно либо просто по глупости и то что мы с алексеем всегда говорили будем говорить что мы объединяем мир это один из лозунгов проекта skyway один из лозунгов команды мы будем это разглашать всегда а тот кто разъединяет друзья он против skyway чтобы он при этом не говорил так вот друзья для нас все одинаковые другое дело что юридическое обоснование юридическая защита у всех кто входит через разные фонды разная и здесь друзья сами разбирайтесь и сами принимайте решение по какой логике все двигаться я могу сказать что у меня есть определенные обязательства в свик они с тем более соизмеримы с несколькими десятками миллионов акций вот я их все однозначно перевожу в 1 вы потому что для меня защита юридическая которую сегодня дает рсв юницкий бабурин намного значительнее чем ту которую дает свик в этом моя личная позиция и я друзья никого на этом не агитирую и никого к этому не призываю а с точки зрения инвестиций друзья я могу сказать что вы приходите через что вы приходите через капитал это все инвестиции идут в проект все инвестиции идут в строительство технопарка марьиногорка и здесь друзья тоже абсолютно нет никакой разницы что вы делаете но опять же еще раз оговорюсь с юридической точки зрения принимайте принимайте сами все друзья на это я свою часть сейчас заканчиваю у меня после выступления алексея будет еще макроэкономически такая небольшая часть потому что все таки нельзя этот бушующий шторм который идет за кормой нашего экономического ковчега skyway отбрасывать со счетов надо все-таки на него смотреть надо его комментировать вот надо надо говорить поэтому друзья следующей части свое выступление я немножко коснусь макроэкономических вопросов и еще раз могу сказать что те доказательные результаты которые мы сегодня получили то наука которая сегодня уже демонстрируется показывается друзья это как раз тот результат который дал наши с вами работа за эти два года и это то что сегодня однозначно уже доказательная база и в научном мире и в инженерном мире и в уже конструкторском мире о том что skyway это действительно технология которая будет определять будущее друзья на этом я передаю слово алексею я думаю что на этом вебинаре уже не надо представлять и комментировать кто такой алексей суходуев поэтому алексей тебе слово движемся дальше благодарю сергей анатольевич сам дорогие друзья всегда с нетерпением жду макроэкономического прогноза от сергей анатольевича потому что сергей анатольевич на самом деле вот все вот эти события с падением стоимости на нефть и так далее предположил и предсказал именно основываясь на аналитике задолго до того как эти события произошли и не стоит также вот себя убеждать и обольщаться что вроде как нефть начала расти для этого есть конкретные предпосылки я как именно смиренный ученик сергей анатольевич сибирякова также все эти факторы анализируют начиная накладывать друг на друга события и чем выше взлет тем больнее падение скажем так вот как бы о тех событиях именно по росту стоимости на нефть ну а я собственно дорогие друзья хотел бы осветить те моменты те пункты которые на мой взгляд очень важны на которых может быть новички не знают о которых может быть кто-то позабыл и который позволяет очень быстро очень доходчиво и очень кратко доносить информацию о нашей компании потому что опыт я в этом небольшой имеют то есть сеть у меня по проекту skyway более 35 тысяч людей если говорить в общем то есть я говорю про направление skyway инвест групп если говорить в общем то еще больше вот но цель моя опять же я повторяю приходы сюда было не развитие сети я всегда верил и всегда в душе надеялся даже не предлагая что на сегодняшний день мы будем иметь те результаты которые имеем что проект все таки это действительно не просто интернет проекта сетевое построение корпорации что дамы и господа новички сейчас я думаю вы видите то есть стройка идет более того стройка не просто идет она идет очень бурно на те инвестиции на которые на сегодняшний день существует корпорация ожидает так скажем не в 2016 году вы увидите очень серьезные события то есть в том числе с иностранного рынка также возможны выливания крупные крупных инвесторов о них мы также неоднократно говорили сергей антоличем то есть apple group и так далее подобные венчурные фонды и не важно что кто-то не знает об apple групп главное что люди и участники современного экономической игры очень серьезной и очень большой признали что действительно технология skyway это бизнес будущего ближайшего будущего это более высококапитализируемый бизнес чем продажа на нефтяном рынке и более того сейчас нефтяной рынок приходит как мы все с вами прекрасно видим в упадок и не не зря антолий эдуардович юницкий и вся международная корпорация skyway получили одобрение ранее михаил орлов и не сброшу также вот обещал видео про небесные линейные города то есть небесные дороги сбросить видео сейчас я конце своего вещания обязательно вам это сброшу и также очень важная информация для меня это было очень серьезное такое движение проекте skyway когда михаил орлов то есть это руководитель президента международной ассоциации трис то есть это теория решения изобретательских задач признал что и подтвердил что действительно максимально возможный коэффициент полезного действия возможен именно при перемещении сталь по стали то есть при перемещении нашего рельса высоко аэродинамичного подвижного состава по рельсу по стальному рельсу путевой структуры легкой ажурной конструкции путевой структуры skyway и это было первым шагом так скажем и таким очень серьезным заявлением если вдаться в историю то сергей анатольевич гришин приезжал с делегации и с целью посещения научно-производственного конструкторского предприятия именно с целью дальнейшее внедрение в своем бизнесе грузовых подвижных составов skyway потому что это решение это спасительный круг мировой транспортной логистики сергей анатольевич гришин дал несколько интервью и три интервью с железотонными аргументами транспортника железнодорожника то есть это бывший замминистра российской федерации по транспорту и сергей анатольевич гришин я думаю что как раз таки посещал даже не с целью инвестирования входа может быть сергей анатольевич гришин и инвестировал то есть об история умалчивает и инвестиции величин такого рода это секрет то есть есть люди которые инвестировали по 100 тысяч с лишним долларов это личные знакомые сергей анатольевич сибирякова то есть это те люди которые с ним если говорить про инвестиции моей первой линии то максимально это было в районе миллиона рублей то есть естественно планка чуть-чуть пониже потому что я не был чиновником крупным и соответственно знакомство круг знакомства несколько другой и совокупному синергетическому эффекту что сергей анатольевич находится здесь проекте более 15 лет развивает проект skyway не отходит от его развития благодаря тому что анатолий эдуардович юницкий это действительно гениальный инженер-конструктор изобретатель и ныне президент управления с международной корпорации skyway это не просто инженер-конструктор это действительно человек который умеет и знает как управлять большой крупной корпорации благодаря тому что присоединяются действительно финансовые моцарты то есть эксперты высокого уровня своего дела именно высокоприбыльных венчурных мировых инвестиций мы видим эти новости 2016 году благодаря тому что было сформировано научно-производственное конструкторское предприятие и еще казалось бы год с лишним назад всего лишь несколько людей начинало работать научно-производственном конструкторском предприятии ранее вообще из одного человека зао струнные технологии состояли то есть это анатолий эдуардович юницкий благодаря тому что нас так скажем попросили вежливо с территории литвы и соответственно мы начали развиваться на родной земле анатолий эдуардович юницкого и сейчас уже достраиваем первые участок именно городской пассажирской легкой спортивной экскурсионной и грузовой трассы благодаря тому что технология skyway вот ближе слайду если переходить официально признана австралии и независимой государственной консалтинговой компании mbm то есть это высший высшая консалтинговая компания которая работает именно в сфере транспорта логистики на государственном уровне и соответственно технология skyway официально признана инновационной экспертным советом при министерстве транспорта российской федерации это произошло 11 февраля дамы и господа новички мы считаем своим искренним долгом доносить до вас информацию потому что этого раньше не было раньше этой информации не было и я считаю что это железобетонные аргументы и соответственно так как подобные процессы происходят так как уже на территории австралии сформировано более десяти высокоприбыльных адресных проектов только по грузовому направлению и австралийцы еще не формировали адресные проекты по направлению юни байков то есть туристическая зона это спортивное экскурсионное направление и несмотря на то что казалось бы это небольшой рынок относительно небольшой сравнивая миллионы с миллиардами но как говорится оптовая продажа она всегда приносит часто приносит больше прибыли чем розничная подпродажа по крупному и соответственно адресные проекты малого значения и малой прибыли казалось бы именно оптом именно в сфере видения и реализации общей сети транснет они будут давать колоссальный экономический эффект и соответственно сейчас также международная корпорация skyway подходит к тому что должна внедрять каждая уважающаяся международная корпорация то есть это стандарт качества продукции iso 9001 то есть это стандарт который именно описывает требования системы менеджмента качества организации и предприятий и соответственно это не может обойти стороной и нас и как раз таки это доказывает опять же что мы действительно делаем мы не говорим мы просто идем по пути уже по протоптанной дорожке именно современных транснациональных корпораций и так как вы желает стать крупным игроком обязательно станет именно в транспортной не только индустрии то сейчас началось внедрение серии международных стандартов iso 9001 и это первые шаги если говорить про концепцию я имею ввиду про именно систему международных стандартов описывающихся требования системе менеджмента качества организации и предприятий и соответственно это не является стандартом качества продукта и непосредственно не гарантирует высокое качество продукции то есть цель iso 9001 не в этом но это свидетельствует о том что корпорация компания международная компания skyway имеет четкое намерение выражать уровень надежности уровень честности открытости своим потребителям то есть это очень высокий уровень надежности и взаимодействия между поставщиком и между потребителем и это один из уровней которые имеет дает возможность хождения непосредственно в транспортный рынок и в другие рынки если говорить про систему менеджмента и качество iso 9000 и есть iso 9004 этому к этому я думаю также придет и есть более того если говорить по своему опыту различные системы производства то есть это линт продакшн это так скажем чистое производство когда каждый процесс он контролируется каждый процесс он прописан и это как раз таки будет делать качество нашей продукции потому что мы намерены стать лидерами лидерами в отрасли транспортной и опередить надолго раз и навсегда конкурентов чтобы нас догоняли нам глядели и смотрели пятки но мы уходили от конкурентов именно потому что голове анатолий эдуардович юницкого уже зреет непосредственно парабитальная струнная транспортная система юницкого зреет уже не четвертое даже поколение технологий а пятое шестое поколение технологий это то что когда-то позволило если следовать стратегии стива джобса стиву джобсу стать лидером индустрии и даже то что стива джобса незаконно сместили с руководства компании это не помешало ему внедрять свою стратегию и именно продолжает идти тем намеченным намеченной дорогой и достигать огромных высот и как раз таки по этому пути на сегодняшний день и идет уже международная корпорация skyway что касается опять же вот и со 9001 то я хотел бы обратить ваше внимание это на самом деле вот для корпорации для предприятий внедряются фактически те же стандарты которые по сути любой человек своей жизни следует человеку внедрять не должен но следует то есть это дипло планирует делай контролируй и дальше действую и как таки вот на это направленная система из а стандартов бывает большое количество именно подразов разновидности подразновидности и соот 9000 но сам сертификат соответствия он является независимым подтверждением действительно достижение требований международного стандарта то есть это как раз таки будет способствовать документировать формирование документированной системы манж качества продукции между предприятием по стаффом и между предприятием потребителем потому что если мы не будем общаться на международном языке как того желает потребитель то соответственно совокупные возможно достигаемые эффекта он будет значительно ниже и вот этот стандарт дорогие друзья я еще раз повторяю это еще один железобетонный аргумент почему корпорация skyway действительно намеренно и на мой взгляд станет обязательно при наших с вами всех совместных совокупных усилиях лидером лидера лидером транспортной индустрии транспортной промышленности нового поколения нового века транспорта второго уровня это четкое движение это четкое планирование и действия и достижения результата если компания желала просто собрать деньги куда-то исчезнуть тот никаких внедрениях из и так далее то есть это достаточно не дешевая процедура я уже не буду говорить про процедуры due diligence и так далее все это ожидает в том числе но вот это вот обязательные первые шаги и сейчас вот по адресным проектам по российской федерации общаясь непосредственно спорте руки я понимаю обязательные конкретные первые шаги которые нужно делать они будут дублицироваться то есть я как человек умеющий строить эти так скажем как бизнесе традиционном так и в интернет бизнесе хотел бы чтоб адресные проекты у нас также вот именно ввиду инвест проводящей системы то есть это наш с вами небольшой кусочек того пирога который мы будем печь это наше с вами занятие на то чем по развитию сети и по формированию потребительского спроса и по формированию именно рынка потребителей то есть мы с вами есть рынок потребителей по сути то есть мы это те люди которые в первую очередь будут пользоваться технологии skyway и соответственно есть определенные законы которые от которых невозможно отступать есть градостроительный кодекс есть определенные инстанции которые нужно пройти и руководство компании международной корпорации skyway четко понимает и как раз таки и со 9001 это один из тех которые просто обязана пройти международная корпорация которая заявляется на серьезные позиции серьезные амбиции имеет на достижение успеха в международном бизнесе и друзья это действительно меня очень сильно обрадовало я надеюсь что вкратце опять же максимально просто емко то есть если я говорю сложно обязательно пишите мне в чат алексей ты говоришь сложно я буду стараться еще проще говорить это чтобы вы смогли доносить вот эти аргументы которые казалось быть незаметны но они очень важны и они позволят нам развивать еще больше нашу инвест проводящую систему еще больше инвесторов привлекать проект заинтересовывать еще больше людей до того момента как корневая возможность инвестирования в корневую технологию будет закрыта это потенциально может произойти будем повторять на каждом вебинаре до конца 2016 года вот собственно такое небольшое лирическое отступление на иса 9000 но сейчас вернемся нашей злободневной теме к теме действительно сегодняшнего дня что что ждет рубль что ждет валюту и так далее какая будет цена на нефть об этом уже современных трендах и вот эти современные тренды также повлияли на решение крупных игроков крупных европейских венчурных фондов которые потенциально теоретически возможной перспективе я всегда буду говорить такие слова пока не подписаны конкретные соглашения либо они не опубликованы в публичном доступе то есть постоянно я буду говорить такие слова но чтобы никто не расслаблялся я могу сказать что сейчас задача недостаточного финансирования она действительно может быть решена уже на 2016 году не то что недостаточного а именно прохождение по тем этапам которые мы наметили все может значительно ускориться но собственно привыкайте дамы и господа новички космическим скоростям развития нашего проекта потому что все только начинается истрой skyway спасать планету с вами алексей суходоев до скорых вебинаров сергей анатольевич вам слово так алексей спасибо но друзья я тут по чатам смотрю все таки вопрос вот этот который сейчас обсуждается акции свик и так далее он все больше и больше будет набирать обороты но это давайте мы на эту тему сделаем специальный в этом вебинар и все эти вещи обсудим и сделаем чтобы не засорять и не делать как бы из каждого вебинара примерно одно и то же потому что каждый раз будут количество людей все больше и больше ну к этому вопросу подсоединяться одно и могу сказать что читая вопросы то что мне в личку пишут что каша действительно очень большая у всех головах и ее надо решать ее надо объяснять тем более как учат на всех вебинарах читать документы надо становиться квалифицированным инвестором надо понимать куда вы инвестируете читать документы вот и соответственно дальше после этого принимать решение если вы никаких документов не читаете и вас не интересует тогда и не задавайте вопрос вот это это я могу сказать создавать создавать и будут и екатерина ну давайте да вот по поводу создания это я это говорил и на конференции 25 октября это юницкий говорил в своем выступлении и когда был вебинар по поводу перевода акции свига помните что был большой расширенный вебинар было больше там двух тысяч человек войти еще многие не могли значит друзья давайте четко понимать свиг был создан для того чтобы развести крауд инвестинг и инженеринг это был октябрь сентябрь октябрь 2014 года когда у нас были очень большие проблемы с властями литвы и юницкого обвинили в том что он занимается построением пирамиды что он является российским шпионом и что он является мошенником и для того чтобы убрать эти вещи было принято решение закрыть крауд инвестинговую программу в корневой компании и создать независимый фонд целью задач в котором это проводить обучение и таким образом завуалированно продавать акции еще раз повторю и эту задачу свиг очень активно выполнил большое ему за это большое спасибо в течение года мы и я был в этой команде мы работали для того чтобы продавать обучение для того чтобы привлекать таким образом инвестиции для того чтобы финансировать строительство экотехнопарк за это время была создана компания в белоруссии конструкторское бюро создана юридически очень грамотная четко отстроенная система как обязательства которые идут на инвестирование в экотехнопарк экотехнопарк юридически защищаются и поэтому сегодня эта задача отстроена и свиг свою задачу выполнил я это говорил на я это говорил на 25 октября и говорю сейчас поэтому задача свига который сейчас он делает это проводить обучение финансовой и юридической грамотности для того чтобы люди принимали решение куда им дальше инвестировать поэтому если вы хотите обучаться то вы должны идти и получать обучение и за это обучение платить если вы хотите покупать обязательства венчурной компании которые обеспечены юридической группой компаний skyway то вам надо покупать обязательства группы компаний skyway вот что я могу сказать это абсолютно разные обязательства и не путайте что при этом происходит поэтому вы сами должны принимать что и куда вам дальше делать еще мне задают вопросы переводить или не переводить это ваше личное дело если вы хотите чтобы по обязательствам skyway перед вами отвечал юницкий и группа компаний то вам надо переводить если вас устраивает то что сегодня перед вами есть юридические обязательства других лиц не юницкого который к этому не имеет никакого отношения то соответственно вы можете оставаться там это ваше личное право чтобы было абсолютно понятно и давайте друзья больше мы этих вопросов не обсуждаем не делаем а когда накопится серьезное количество этих вопросов которые мы на эту тему еще раз проведем с вами юридический вебинар с привлечением наверное юристов уже головной компании то есть Виктора Бабурина а может быть когда придет время и позовем самого юницкого чтобы он тоже четко свою позицию высказал и донес поэтому друзья еще раз говорю что не важно через что вы входите точкой входа в skyway мы никого не делим все мы друзья являемся сторонниками проекта skyway если кто-то является сторонником чего-то другого но при этом выдают требования к skyway значит наверное это посторонний здесь человек мы не делим а вот юридическое обеспечение по мере того как развивался проект она разная и вы помните что конвертация обязательств уже происходило когда одна компания которая была год потом перерегистрировалась и с большим дисконтом увеличением почти в 2,9 раз были увеличены количество акций проведена конвертация и сегодня точно так же идет конвертация ряд обязательств которые есть в свиге в корневую компанию поэтому друзья этот процесс идет он живой он развивается и здесь я не вижу никаких других проблем друзья все давайте там акция отображаться александр про самару значит давайте в самаре готовится подписание с мэром дата еще не определена это зависит от нас от той команды которая работает непосредственно с мэром и вице-мэром вот как только они дают нам команду что мэр готов подписать соглашение с юницким мы соответственно планируем эту поездку предварительно дата была 12 марта но похоже мы в эту дату не вписались потому что пока подтверждение о том что самара готова подписать соглашение они юридически пока прорабатывают то соглашение которое мы с ними отрабатываем поэтому соответственно ну я думаю что до конца марта мы с самарой все-таки подпишем соглашение или еще у нас было такое предложение чтобы 23 апреля делегация приехала от самары в марьину горку и мы там подписали это соглашение это тоже как один вариант который тоже активно сейчас прорабатывает так по земле друзья по земле было очень много вопросов к этому то что мы много говорили и двигались значит тоже могу сказать что СВИК и ПО Евразия к проекту по земле не имеет никакого отношения потому что там есть координаты трассы а трассы определяются только конструкторским бюро и администрациями регионов по которым они проходят поэтому эта работа активно ведется мы с точки зрения консультации начиная с 1 мая когда будет уже государство выдавать землю на Дальнем Востоке мы будем мы создадим специальный портал где будем рекомендовать всем желающим я бы настоятельно рекомендовал всем участникам проекта SkyWay заявиться и взять эту землю потому что вам от этого не жарко не холодно а с точки зрения перспектив во что может вылиться эта работа с землей она очень большая поэтому здесь имея в виду потенциал который дает проект SkyWay потенциал который сегодня дает проект Элона Маска и еще ряд компаний которые дают индивидуальную энергетику то есть зависимую и потенциал который есть в земле то есть соответственно спрос на землю на Дальнем Востоке мы будем вам рекомендовать соответственно всем получив у нас координаты земли которые бы мы вам рекомендовали исходя из оценки где будут проходить трассы SkyWay чтобы вы соответственно заявлялись на землю поэтому этот процесс мы будем обязательно вести он никуда от нас не уйдет тем более что не мы его инициаторы инициаторы этого процесса президент России Владимир Владимирович Путин сейчас принят закон и этот закон начинает работать с 1 мая поэтому друзья ничего здесь страшного не происходит а мы будем вам всем рекомендовать брать землю на Дальнем Востоке для того чтобы используя возможности технологии SkyWay чтобы эта земля становилась золотой но это друзья все своим чередом все со временем из ВИГИ и тогда был в первую очередь учителей интересы инвесторы так да Алексей правильно все пишет здесь никаких ватов нет пилотный проект начинает в Амурском районах Абаровского края да Денис это тоже мы и в курсе сделаем и в ближайшее время мы будем встречаться с Палпредством сначала на уровне советника потом зам руководителя Палпредства на Дальнем Востоке для того чтобы обсуждать вопросы по применению проекта и технологии SkyWay по освоению Сибири и Дальнего Востока так на Дальнем Востоке будут давать на границы с Китаем так ну опять же давайте этот вопрос я понимаю что по земле и по этот проект он крайне интересный и он имеет неограниченное количество там и вопросов и ответов давайте так на эту тему мы обязательно ну я думаю что может быть на следующем хотя скорее всего через неделю во всяком случае часть времени светим еще раз земле и этому проекту хорошо? вот тут вопросы да все примерно так когда будут акции по номиналу значит друзья опять же давайте чтобы не было никаких инсинуаций то есть когда производится IPO это публичное размещение это продажа друзья капитализация того инвестиционного пакета который вы сейчас формируете оно будет происходить несколькими путями еще раз про несколькими путями один из них это когда закрывается вход в корневую технологию и начинает проект финансировать крупные инвесторы то на сегодняшний момент я могу сказать что будет произведен определенный обратный выкуп с большим ну вот сейчас те кто входил с дисконтом 1 к 1000 это получается что вы покупали акцию от номинала получается одна сотая получается да одна десятая цента это акция так вот обратный выкуп который будет производиться будет начинаться от одного цента таким образом вы уже можете обладать возможностью увеличить свой капитал в 10 раз то есть вы купили допустим пакет на 100 долларов а у вас его предлагают купить на 1000 долларов будете вы продавать или нет друзья это ваше личное дело это ваше личное дело но такие возможности будут это обратный выкуп акций соответственно кто-то продаст эти акции и соответственно он теряет дальше на дальнейшую капитализацию потому что больше у него будет собственник дальнейший вопрос по мере того как спрос на эти обязательства будет увеличиваться соответственно будет формироваться вторичный рынок то есть когда у вас будут постоянно предлагать вам продать ваши обязательства по все возрастающему курсу это все друзья будет до тех пор пока первые компании не начнут давать дивиденды из которых будет формироваться уже непосредственно капитал а дальше так как спрос на эти обязательства по мере проектов будет постоянно увеличиваться соответственно и будет расти значит в этом году я думаю что конец этого года это вот то что меня лично спрашивает я думаю что вполне вероятность что эти обязательства будут на вторичном рынке примерно по одному центу то есть рост капитала будет в 10 раз для одного года я могу сказать вырасти в 10 раз это в общем то ну я думаю несбыточная мечта большинства инвестиций которые сегодня делаются а потенциальный рост и того как будет формироваться рынок и будут возникать компании которые сегодня потенциал у skyway у тех проектов которые есть он намного выше чем потенциал интернета и у крупнейших компаний поэтому если говорить apple сегодня с капитализацией 750 миллиардов долларов и рост акций который у них происходил в протяжении 30 лет в 3600 раз то я могу сказать что вполне допускаю что это будет ну скажем как минимум соизмеримый рост но это в отдаленной перспективе а то что в ближайший год-два можно будет не только вернуть инвестиции но увеличить я говорю в десятки раз это вполне вероятно по мере развития проекта при этом друзья я могу сказать что проект венчурный и очень много как показала литва факторов которые от нас не зависят в принципе вот поэтому может произойти огромное количество факторов которые могут повлиять на ход развития этих событий но на сегодняшний момент исходя из того как проект развивается два года исходя из тех перспектив которые сегодня мы видим и как развивается я могу сказать что я довольно таки уверенно смотрю на возможности капитализации того инвестиционного пакета который вы каждый из вас формирует сегодня на венчурной стадии благодаря вот этим большим дискаунтом поэтому здесь друзья больше наверное я вам ничего сказать и пообещать не могу кроме того что я наверное очень заинтересован и искренне хочу того чтобы это произошло и по моим внутренним убеждениям и профессиональной оценке я могу сказать что мы очень большими темпами идем к тому что наш инвестиционный пакет который каждый из вас обладает будет становиться очень серьезным инструментом продажи очень серьезным инструментом в залогах при кредитах и так далее и так далее то есть то что мы с вами делаем сегодня друзья это очень большая работа и это уже оценивается нашими серьезными партнерами то есть вы все видели и мы это освещали по работе с Родом Хуком то есть это тут кстати был один вопрос что в Австралии сейчас готовится поездка большая поездка Анатолий Довальевич Юницкого и Виктора Баврина в Австралию вот их очень там ждут и там готовятся встречи на уровне вице-премьера премьера губернаторов штатов крупнейших инвестиционных фондов но по ряду причин Анатолий Довальевич пока не может согласиться на эту поездку есть более важные дела здесь и не исключено это я вам просто как бы говорю что прорабатывается один из вариантов что 23 апреля большая делегация Австралии там с участием вице-премьера нескольких министров и крупнейших игроков на угольном и металлургическом рынке из Австралии будут на нашем фестивале в Марьиной горке то есть такой вариант тоже вполне возможен поэтому по любому какое-то развитие либо в одну либо в другую сторону будет вот поэтому друзья поживем увидим здесь я могу сказать и то и другое развитие если Юницкий поедет в Австралию значит мы просто будем оттуда видеть репортажи где готовится сегодня лекция перед студентами где будет несколько тысяч слушателей разных университетов Австралии где будут встречи на самых высоких уровнях если Австралы приедут к нам ну как говорится мы всегда милости просим значит мы с большим удовольствием примем такую важную делегацию здесь вот поэтому по любому это друзья проект который идет так зеленые крыши нам будут тоже да Алексей абсолютно правильно отвечает что даже сам проект вот я могу сказать что сейчас ведутся активнейшие переговоры для того чтобы струнное ограждение вывести в отдельный проект потому что сегодня в связи и с миграционной политикой в Европе и в Америке где надо отгораживаться от Мексики сегодня спрос на интеллектуальные дешевые быстровозводимые ограждения которые нельзя пробить даже танком соответственно то есть прорвать даже на танки эта технология как раз задерживает то сегодня это оказался очень востребован и струнные технологии вообще сегодня выводятся в отдельный проект который будет развиваться в своей жизни что тоже друзья весьма неожиданно так а что с ПО в двух словах в двух словах скажите значит ну друзья ПО Евразия это все таки проект который ведет команда Свига поэтому я думаю что вы к ним задавайте вопросы и соответственно там вы будете получать ответы чем будет заниматься ПО и зачем оно в общем то сейчас надо мы с Алексеем я могу сказать проекту ПО Евразия на сегодняшний момент не имеем никакого отношения так что есть конкретно по Красноярску тут прям вот значит по Красноярску я могу сказать что сейчас идет создание рабочей группы с сотрудниками конструкторского бюро с администрацией и вот сейчас прям в ближайшее время определяется что с Газпромом потому что оказалась очень интересная тема для Газпрома и не исключено что Красноярск будет еще и пилотным проектом по развитию очень интересного направления с газификацией я об этом специально расскажу после того как пройдет первая рабочая встреча представителей Красноярской администрации на уровне вице-губернатора вице-президента Газпромбанка и представителей конструкторского бюро и после этого мы будем встречаться уже с губернатором Красноярского края скорее всего это будет уже на следующей неделе поэтому я могу сказать что это тоже очень неожиданное и очень интересное направление которое движется в Красноярске вот ну как вот Алексей сказал начиная с Александра Ивановича Лебедя Красноярск вообще для Skyway является такой интересным регионом который рождает большое большое количество новых проектов и сейчас помимо проекта с добычей и переработкой леса с вот этими юнибайками с Красноярскими столбами еще родилось вот это направление по газификации то есть это тоже то что мы вам в ближайшее время как-то расскажем покажем но это после того как будут приниматься уже какие-то будет создаваться отдельная компания по земле да Ларис по земле мы будем делать отдельный ну скажем пока не компанию а информационный портал потому что в данном случае мы будем выступать как консультанты где мы будем показывать преимущества и возможности которые дает Skyway преимущества и возможности которые дает автономная энергетика и как это можно применив гектару земли сделать этот гектар золотым а по закону заявку на землю и получить землю можете только лично вы никто за вас это сделать не может поэтому по земле мы просто будем доводить информацию и показывать и соответственно рассказывать чем это интересно так тоже могут взять землю нет на сегодняшний момент закон на который мы ориентируемся он делает это только для россиян вот а по гражданам других стран этот вопрос только прорабатывается и на сегодняшний момент он пока решения не имеет вот может быть есть возможность сделать это через потребительское общество но пока это юридически не оформлено и не проработано то есть во всяком случае еще ни один губернатор не высказал желание о том что он может на каких-то условиях передать землю как как продвигается работа по Москве Татьяна работа продвигается очень активно мы сейчас совместно с конструкторским бюро Алексей уточни по-моему два проекта уже закончили или заканчиваем просчет и проработку и сделали презентацию уже в департаменте туризма и в ближайшее время готовим презентацию на уровне вице-мэра Москвы для того чтобы двигаться по шагам пожалуйста в 2015 брали второй участок земли для личного производства SkyWay что с ним это имеется в виду то что было в технопарке где то то самое то есть там брали 40 гектар земли для производства значит там просто не подтвердили те условия которые изначально декларировались по льготам для производства и сегодня очень более интересный вариант который проработан Анатолием Юницким это те площади которые раньше были за компанией которая помните называлась Юмобиль так как мы уже говорили что ряд людей из конструкторского бюро Юмобилей сегодня перешло ну наиболее такой эффективный костяк перешел в SkyWay то сегодня помимо этого и все площади для производства первых партий юнибайков юнибусов они сегодня также в SkyWay и это готово сегодня к запуску и все первые проекты будут проходить они будут все на личном производстве именно технологии SkyWay это Могилев да свободноэкономическая зона Могилев да то есть это проект отработали Могилев но он не принес того результата который ожидали и сейчас идет отработка более эффективного варианта связанных с производственными площадями ее мобиля вот поэтому поэтому на сегодняшний момент тема Могилева пока не рассматривается хотя в принципе если там будут предложены более интересные условия может быть к этому можно будет вернуться но не на сегодняшнем этапе вот так так что так ну вот друзья значит давайте тоже вот мне сейчас пока в личку приходят вопросы связанные вот мне говорят что вот вы предрекали там падение доллара там рубля падение на нефть а нефть сейчас растет там и так далее ну скажу друзья очень странно обсуждать когда чуть больше чем за год нефть упала со ста двадцати до двадцати семи а сегодня чуть превысило сорок долларов это друзья странно называть ростом и особенно это сегодня показало то что кто следит за курсом что он абсолютно идентичен цены на нефть то есть сегодня наша экономика точнее на отсутствие нашей экономики продемонстрировала то что мы абсолютно зависимы от цены на нефть поэтому нам остается сегодня только сидеть и молиться на то чтобы цена на нефть как минимум не падала а еще лучше росла и при этом кто помнит мы тоже на первых вебинарах на новый год говорили что правительство рассчитала доходную часть бюджета исходя из курса долларов пятьдесят из курса нефти цены нефти пять долларов потому что я задал вопрос интересно откуда они взяли эту цифру пятьдесят пятьдесят сейчас вы видите после этого она уже падала до двадцати семи и сегодня стоит на курсе чуть-чуть выше сорока но исходя из общего тренда я вам говорил что я общаюсь с ведущими мировыми аналитиками по нефти и я могу сказать что друзья мы увидим еще цену и в двадцать долларов за баррель и в десять долларов за баррель и не исключено что увидим и ниже пяти долларов за баррель поэтому здесь никакого оптимизма сегодня нет тем более как я уже сказал что наш рубль показал то что он абсолютно точно так же двигается за нефтью как как она колеблется поэтому у нас фьючерсные контракты на нефть середина марта это падение потребления то есть зима заканчивается в основных регионах это определяется снижением цены избыток производства сегодня везде налицо сегодня стоят танкеры налитые нефтью в Саудовской Аравии которые идут в резерв и второй момент очень важный друзья Саудовская Аравия что показывает основной категория снижение не снижение за этот за прошлый и этот год увеличило бурение на 40 процентов а это основной показатель будущей добычи так вот это говорит о том что ни Иран ни Саудовская Аравия снижать нефть не собираются а с учетом того что конкуренция идет между нашей нефтью которая добывается на крайнем севере потом за 4,5 тысячи километров качается потребителю и иранской нефтью которая потребляется и сразу в 500 километрах от добычи грузится в танкер и потребляется сразу в Европу причем это другого качества нефть без серы поэтому это друзья конкурентная война эта конкурентная война только разгорается и основное сегодня идет на то чтобы Россию выдавить с рынка сегодня Европы и частично с рынка Латинской Америки поэтому скорее всего эта война мы еще увидим будет в разгаре поэтому сказать что ожидание на повышение цены на нефть это больше наши пожелания это больше наши хотелки чем сегодня реальность которая есть ну и мы с Алексеем общаемся тоже с одними из ведущими финансистами которые инвестируют именно в нефтяную отрасль которые как раз сейчас огромными своими активами переориентируются с инвестицией в нефть в инвестицию в Skyway и я считаю это друзья на сегодняшний момент абсолютно правильно так вот они как раз говорят о том что худшая ситуация нас ожидает только впереди и мы даже не подозреваем сегодня о реальной ситуации которая есть в нефтяном рынке но это друзья как говорится поживем увидим мы это называем экономический ковчег и та буря которая сегодня есть за пределами и я могу сказать что на сегодняшний момент я абсолютно смело говорю инвесторам крупным инвесторам которые позволяют себе инвестировать сотни тысяч долларов в месяц вот я могу сказать что друзья сегодня инвестиции в Skyway это наиболее претельное и наиболее интересное средство по защите капитала поэтому я сегодня откровенно всем говорю что диверсифицируйте свой пакет и часть инвестиций инвестируйте не только в доллар не только в евро не только в акции каких-то западных компаний или в наличные рубли но инвестируйте еще и в Skyway потому что это действительно диверсификация и это действительно то что в конечном итоге позволит вам спасти свои инвестиции свои накопления и я могу сказать что все больше и больше количество серьезных инвесторов относится к этому уже с большим пониманием хотя я могу сказать год назад многие из них смотрели на это с большим скептисом но это друзья абсолютно нормально так же как и пройдет год и многие из них будут кусать локти и говорить почему же я не воспользовался этим предложением когда оно ко мне пришло будет друзья и такое но это друзья реальность не для тех кто сегодня работает в проекте Skyway вот поэтому друзья я могу сказать что строй Skyway спасает планету утверждение убеждение которое все больше и больше набирает сторонников все больше и больше набирает обоснований и все больше и больше под собой имеет именно техническую научную доказательную базу и как раз аэродинамика которая сегодня произвела переворот вообще в в сфере переворот в сфере движения именно скоростного движения вот это как раз друзья тому подтверждение и я могу сказать что мы не то что являемся свидетелями мы с вами являемся активными участниками этого процесса а вообще можно сказать друзья без нас этот процесс вообще бы наверное сегодня и не начался и не развивался поэтому большое за это спасибо кто уже является инвестором это я с большим оптимизмом говорю для тех кто сейчас подключается к проекту потому что мы с вами делаем очень серьезное большое и нужное дело я могу сказать что придет время когда для тех для начала энтузиастов потом последователей потом сторонников скайвея многие скажут спасибо потому что именно благодаря нам с вами этот проект активно развивается несмотря ни на какие противодействия подрывную деятельность и еще очень много событий которые происходят вовне поэтому друзья строй скайвей спасай планету спасибо что вы с нами а я передаю слово Алексею он сейчас вам еще буквально в трех словах очень четко и внят расскажет о тех перспективах которые для вас именно как сегодняшних инвесторов может приносить сотрудничество с проектом скайвей а я с вами прощаюсь для тех кто не будет на 19-20 часовом вебинаре это до следующей недели ну а кто будет друзья давайте работать и строить скайвей дальше вместе всего доброго дорогие друзья ну и буквально вкратце для новичков я хотел бы рассказать что у нас действует маркетинг на самом деле да у нас переуступается доли акций но для продвижения компании для продвижения корпорации была выбрана схема именно народного финансирования и я хотел бы для новичков опросник для новичков без всяких опросников просто в чате поставьте плюсик новички остальные старички не ставьте кто действительно хочет чтобы это реализовалось вот просто поставьте плюсик и соответственно то что сейчас уже близится событие то есть конце апреля это будет большой праздник скайвей мы предлагаем вам также очень выгодные дискаунты программу как рассрочки я сам плачу рассрочку и этому несказанно рад и счастлив так как акций скайвей много не бывает запомните кстати эту фразу вот и соответственно выбирайте пакет инвестируйте и приведу такой пример многие корпорации например корпорация кока-кола тратит более 85% своего бюджета рекламу у нас же на рекламу не тратится ни цента потому что это все именно через сарафанное радио это самый эффективный способ продвижения поверьте как бы моему небольшому опыту сетевого построения бизнеса это самый эффективный способ и на самом деле когда вы на том языке на котором вы умеете доносить информацию доносить информацию о проекте тому человеку который еще не знает о проекте с возможностью получить процент по маркетингу это во-первых отличная возможность для вас сейчас уже начинать приумножать ваши денежные сбережения в свете экономической ситуации и для человека соответственно это эффективный инструмент получения информации и действительно воспользуйтесь этим шансом я не говорю уж про монеты то есть те кто не приобрел монеты я рекомендую рассмотреть эту возможность потому что это особые монеты они несут огромную ценность но что это за ценность мы как говорится знаем но не скажем потому что дали обед молчания лично Анатолию Эдуардовичу Юницкому но ценность у этих монет огромная так что заходите в личные кабинеты помните о том что наш проект на данной стадии несмотря на то что в 2016 году потенциально теоретически возможно в ближайшие перспективы проект может закрыть возможность финансирования в корневую компанию но все же сейчас мы развиваемся через народный краудинвестинг через народное финансирование поэтому сегодня нас было 268 человек я свято верю так скажем и уверен что техника экономические вебинары достаточно емко и понятная информация о проекте Skyway и позволяет человеку принять решение соответственно давайте пожалуйста поставим цель чтобы в обводных вебинарах у нас действительно была большая часть новичков и никто этого не сделает естественно как бы мы с Сергеем Анатольевичем лично свою структуру сейчас будем развивать и развиваем уже именно совместную структуру уже соответственно будут новички с нашей структуры уже есть достаточно в достаточном количестве соответственно не стесняйтесь рассказывать о проекте Skyway потому что далее вы будете стесняться почему же вы не рассказали о проекте Skyway почему у человека которому вы могли дать эту информацию такой возможности уже нет возможность которая действительно бывает раз в сто лет строй Skyway спасай планету рассказывайте не стесняйтесь потому что сейчас стесняться уже нечего ну и как поет Иван Дорн не надо стесняться особенно в деле продвижения Skyway всем счастливо пока спасибо